В прошлое воскресенье мы задавали вопрос, если помните, мы касались одной очень интересной истории, которая произошла в жизни Иисуса Христа, точнее Его разговора с иудеями. И этот разговор, эта история, она подвигла нас к вопросу, почему люди, многие люди, кстати, соприкасаясь реально лицом к лицу с многочисленными свидетельствами, которые абсолютно очевидно говорят о существовании Бога, они свидетельствуют об Иисусе Христе, почему эти люди все-таки отвергают эти свидетельства? В прошлый раз мы подробно остановились на самих свидетельствах, которые Христос перечислил, он обращался к иудеям, и он вспоминал, и он говорил, посмотрите, вот одно, вот другое, вот третье, и эти, каждый из этих свидетельств были абсолютно легитимными, абсолютно законно действенными в сознании тех людей, которые были оппонентами Иисуса Христа на тот момент, но, тем не менее, эти люди, они не приняли Иисуса Христа, и причина, по которой это произошло, очень интересная. Давайте прочитаем еще раз с 5 глава Евангелия, она с 31 и по 40 стихи. Итак, Иисус продолжает свой разговор с иудеями. Иисус. 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 Вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Друзья, во всей этой большой истории, конечно, очень много ценнейших жемчужин, о некоторых из них мы уже говорили, вот, но главный фокус, главная истина, которой Иисус ведет всех этих людей, И иудеи стоят, и ученики, и толпа людей вокруг. И Иисус ведет к этой главной точке, главная истина в этих последних словах. Но вы не хотите прийти. Дело в том, что желания играют огромнейшую роль в жизни каждого из нас. Мы очень часто не задумываемся о них, мы не подозреваем, что это такое, мы не анализируем свои желания, но они в огромной степени определяют наши цели, они определяют наше направление, и они определяют наш образ жизни. И вот здесь, в этой точке, Иисус, как всегда, очень точно скальпелем, как будто вскрывает сущность того, что происходит в сердце этих людей, которые очень много знали. Эти люди были очень образованы, причем библейски образованы. И не просто библейски образованы. Представьте себе, люди, которые изучали Священное Писание, это был их хлеб, которые знали его очень хорошо. Кроме того, эти люди имели привилегию, которые не имеют, или не имели подавляющее большинство жителей земли. Они лицом к лицу встречались, встретились с Сыном Божиим. Они могли Его пощупать, они реально видели чудеса, которые Он творил. Они могли задавать Ему вопросы, они могли поинтересоваться Его родословно и так далее. Очень много самых разных богатств, которые были у этих людей. Преимуществ, колоссальные преимущества. Но здесь есть одно «но». Это «но» определяет все остальное. Слова «я не хочу» обладают колоссальной силой. Если человек говорит «я не хочу есть», иногда так бывает, люди не хотят есть, они объявляют голодовку, отказываются есть, отказываются принимать пищу, но человек, который не хочет есть, вы знаете, что можно подсоединить капельницу и насильно туда ему питательные вещества вливать. Есть другая проблема. Есть люди, которые говорят «я не хочу работать». Тоже проблемка «будь здоров». Но с этой проблемой тоже как-то справляются. Во всяком случае, в тюрьмах под надсмотрщиками эти люди худо-бедно все равно работают, что-то делают. Но есть одно «я не хочу», которое невозможно преодолеть. Если человек говорит «я не хочу Христа», никто из людей, никакими инструментами не существует на земле инструментов, которые бы могли преодолеть «я не хочу». Заметьте, друзья, весь трагизм ситуации. Конечно, если человек не хочет есть, это плохо. Люди доходят до того, что они истязают себя. Есть даже болезнь специальная, анорексия называется, связанная с вот этим нежеланием принимать пищу. Люди, которые не хотят работать. Это тоже плохо. Но, друзья, трагизм того положения, когда человек не хочет Христа, просто безмерно превышает трагизм этих двух ситуаций, о которых я только что сказал. Именно в этом положении находятся вот эти люди, которые здесь стоят рядом с Иисусом Христом. И Иисус говорит эту короткую фразу. Я хочу вас попросить, посмотрите еще раз на эти слова. «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Эта фраза буквально запакована чрезвычайно важнейшими истинами. И мы попробуем, посмотрим, вот сколько у нас здесь осталось время, мы попробуем немножечко разобрать ее, распаковать, чтобы посмотреть ее практическую важность. И Иисус здесь рассматривает чрезвычайную значимость, духовную значимость наших желаний. И мы попробуем проследовать его мысли. Он говорит о том, что желания, они могут нести в себе разрушающий эффект. И этот разрушающий эффект может иметь фатальные, вечно фатальные последствия, то есть последствия, необратимые последствия на всю вечность. Глядя на эту картину, когда мы видим то, что рисует перед нашими глазами Иисус, мы можем попробовать найти решения, которые Бог предлагает нам, представляя это или говоря нам с вами об этом. Прежде всего, Иисус обращает внимание, что желания этих людей характеризуются одной характеристикой, одним качеством – это доминирующие желания. Это очень важный аспект. Посмотрите еще раз на это «но». Слово «но» стоит после большого перечня очень мощнейших свидетельств. Вы помните, мы подробно говорили в прошлый раз о них, и Иисус обращается к этим людям и говорит, «Ну, вы же посылали к Иоанну? Он же признанный вами пророк». Иоанн очень ясно засвидетельствовал. Мы вспоминали все те свидетельства, которые Иоанн говорил, и мы говорили о том, что для всех этих людей свидетельства Иоанна были бесспорными. Кроме того, он второй уровень свидетельств, не менее мощный, еще более мощный. Он говорит, у меня свидетельства больше Иоанна есть, это свидетельства моих дел. И вы помните, глядя на то, что Иисус делает, Никодим пришел и говорит, мы знаем, что ты от Бога. То есть, дел его было достаточно для того, чтобы убедить Синедрион, убедить членов вот этой руководящей партии, которая управляла всеми делами Израиля, убедить, что он от Бога. То есть, эти свидетельства, доказательства, они мощнейшие, overwhelming, то есть, они действительно давят собой. Дальше он представляет третье доказательство, доказательство, если помните, он говорит о том, что есть еще один источник, вы исследуете Писание. И они, Писание, свидетельствуют о мне. И они, эти люди, иудеи, они были, конечно же, знатоками Писания. И они могли вспоминать многие тексты, мы в прошлый раз говорили, разные тексты, которые говорят о Мессии, которые указывают на Иисуса Христа. И вот эти люди, представьте себе, такой мощный поток, мощный поток доказательств, который давит на них, и который вот-вот уже должен сломить их сопротивление, для того, чтобы они приняли Сына Божьего. Вот здесь встает одно «но», встает плотина. Это «но» подпирается мощнейшими, мощнейшими подпорками. Посмотрите, что после «но» стоит. «Но» вы не хотите. Вот это картина любого неверующего человека. Друзья, люди не верят в Бога ни по причине, что у них нет доказательств. Священное Писание ясно говорит, посмотрите, римлянам первая глава о том, что у них нет извинений, так что они без ответа. Невидимая Его вечная сила и Божество через рассматривание творений, видимы так, что они безответны, то есть у них нет извинений. Единственная причина, которая или при помощи которой, или благодаря которой, или усиленно сопротивляются этим давящим на них доказательствам, свидетельствам, единственная причина – это их желание. Желание – это очень важная, естественная составляющая жизни каждого человека. Мы все имеем желание, всякий живой человек имеет желание. Более того, удовлетворение желания, оно тесно связано со смыслом жизни. Человек измеряет свою жизнь, если, когда вам хорошо. Что значит вам хорошо? Это значит, ваше желание как-то гармонирует с окружающей, и окружающая действительность гармонирует с вашими желаниями. Вот вам и хорошо. Если что-то идет не так, то мы ощущаем дискомфорт, нам неудобно. Это значит, наши желания уперлись во что-то, что-то им препятствует. И в результате возникает диссонанс внутри. Возникает внутреннее напряжение, возникает реакция. Разные причины, разные обстоятельства, но процесс внутри всегда один и тот же. То есть мы очень тесно зависимы от наших желаний. И вот, к сожалению, очень часто именно здесь возникает то обстоятельство, которое делает нас несчастными. Но вначале было по-другому. Когда Бог сотворил человека, Он сотворил его желающим. Он сделал его душой и живой. И по-другому можно перевести это слово нефеш. Его переводят еще как желание. То есть мы можем перевести эту фразу «Он сделал его желанием живым». Живым желанием сделал человека. То есть каждый человек, это пучок желаний. Самых разных желаний. И каждый человек, когда первые люди были сотворены Богом, они имели вот эту удивительную благодать. Все их желания были гармонично синхронизированы с желаниями Божьими. И везде, везде, где они были, везде все, что они делали, они не ощущали препятствий. Они не ощущали сопротивления. Не было барьеров, которые бы ограничивали их желания. Они наслаждались. Вот что значит райская жизнь, друзья. Райская жизнь – это не Гавайи. Райская жизнь – это отсутствие препятствий, отсутствие каких-то раздражающих факторов, которые сопротивляются нашим желаниям. Вот это положение, в котором были первые люди. Смотрите, что произошло в момент грехопадения. Как и многие другие факторы нашей жизни, человеческое желание изменились, радикально изменились в момент грехопадения. С подачи дьявола человек распространил свои желания за пределы желаний Божьих. За пределы воли Божьей. Он пошел дальше. Он, дьявол его убедил, что ты будешь еще счастливее. Тебе будет еще лучше. И вот здесь, в этой точке, колоссальный обман, которым обмануто все человечество. Дело в том, что человеку очень сильно хочется то, что обязательно поставить его в диссонанс с Богом. Обязательно поставить его в точку, в которой он будет встречать сопротивление отовсюду вокруг него. И он никогда, он никогда не может быть счастлив. Именно с этим вот Иисус имеет дело здесь, в данной ситуации. Этот шаг, конечно же, радикально изменил положение желаний в общей системе ценностей. Желания стали царствовать. Они получили наивысшую строчку в рейтинге ценностей. Они стали главным доминирующим фактором, который определял направление жизни человека. Человек живет для своих желаний. Правда, достаточно быстро, оказавшись в новой реальности, первые люди столкнулись с препятствиями и барьерами. Достаточно быстро их жизнь обращалась. Помните эту первую историю, которая описана в 4 главе книги «Бытие»? Это история Каина и Авеля. Два брата, сыновья Адама и Евы, каждые принесли свою жертву Богу и, казалось бы, благородное дело делали. Казалось бы, в этом благородном деле уже должно быть все хорошо, все нормально. Ну, посмотри, когда человек движим, когда его наивысшая ценность является его желание, удовлетворение его желания, вот тогда он обязательно столкнется с конфликтом желаний. Что здесь произошло? Вы помните, Каин хотел быть первым, он хотел быть принятым, и вот на этом пути оказался Авель. По каким-то причинам Бог принимает жертву Авеля, не принимает жертву Каина. И доминирующее положение желания Каина, она первое, что делает, она его делает несчастным. Мое желание не удовлетворено. Заметьте, все прекрасно вокруг. У него сердце бьется, почки работают, и кушать есть, что погода хорошая, никаких проблем вокруг. Есть только одна проблема, желание не удовлетворено, и оно сразу же омрачило весь внутренний мир этого человека. Он уже глубоко несчастный. Посмотрите, 4 глава, 6 стих. Господь говорит Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Он уже в воду опущенный, он уже сам не свой. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица. А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Заметьте, вот здесь очень хорошо динамика вот этого доминирующего желания. Это доминирующее желание, оно влечет, оно просто как вакуум, оно просто затягивает черную дыру человека. И Бог предупреждает, он обращается к нему, предупреждает, ты господствуй, а оно тебя затянет туда. Это очень серьезная проблема, с которой сталкивается каждый грешный человек. Грешный человек не может господствовать над своими желаниями. Наоборот, желание господствует над ними. В этом суть греховности. Апостол Павел говорит, в послании к Читу, он говорит о себе, он говорит о прежнем образе жизни, который был без Христа. Третья глава, третий стих, «Ибо и мы были некогда несмысленно, непокорны, заблудшие, были рабы, похоти, друзья». Друзья, священное писание слов на ветер не бросает. Это действительный факт. Рабы, похоти. Это люди, которые находятся под властью. Рабы, похоти и различных удовольствий. И как результат этого, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя Бога, Спасителя нашего Бога, Он спас нас. Прежде всего, от рабства своих собственных желаний. Достаточно быстро после той истории человечество, которое не было ограничено никакими внешними препятствиями, внешними ограничениями, оно достигло предела возможного. Если помните, критический уровень общего растления человечества привел к невозможности его дальнейшего существования на земле, и Бог вынужден был уничтожить все человечество потопом, оставив только одну семью для того, чтобы от нее начать новую историю. Друзья, история потопа – это катастрофа желаний. Это история вот этого комка бурлящих желаний, которые стали наивысшей ценностью в жизни каждого человека. В этот раз, для того, чтобы не допустить повторения прежнего сценария, Бог устанавливает государственную власть. государственная власть, она имеет свое предназначение ограничивать желания людей. Вы едете по дороге, и вам так и хочется с ветерком поднажать чуть побольше, а здесь знак стоит 60 или 50. Вот. Это государственная власть, которая ваши желания ограничивает и так далее. Государственная власть забирает часть денег у вас, требует, чтобы вы платили налоги и так далее. Очень многие самые разные законы, которые существуют. В принципе, смысл этого заключается в том, чтобы не позволять человек человеческим желаниям достигать тех пределов, когда они становятся особо опасными. Этим Бог ограничил распространение зла. Но, друзья мои, он не этот закон или государство или этот шаг, который Бог предпринял, он не решает две проблемы. Во-первых, моральная проблема. Моральная проблема связана с тем, что моральные и юридические законы, они никогда не могут в точности соответствовать разуму Божьему, воле Божьей. Вот почему законы становятся все толще и толще и толще и больше и больше. Вы видели когда-нибудь офис юриста? И видели стенки, огромные-огромные стенки с толстенными книгами, которые у них там стоят. Знаете, почему это написано? Почему все эти книги пишут? Потому что пишут закон, а потом видят, а там есть лазейка, потом закрывают ее, а там еще вокруг нее две лазейки, а их закрывают тоже, а там еще четыре лазейки, их тоже закрывают. И таким образом пытаются прописать все. Но никакой человеческий закон, самый совершенный, он не может в точности отобразить разум Божий, волю Божию. Это первое ограничение государственных законов. Но самая большая проблема вот заключается в чем. Дело в том, что люди не способны его исполнять, они не хотят его исполнять. Ну вот вы сами это можете, вы верующие люди, я знаю, все законопослушные очень редко кто тикеты получает здесь в нашей церкви. Нет, в нашей церкви вообще никто не получает, а люди из нашей церкви получают на дорогах иногда. вот так вот, вот вы едете, все хорошо, с молитвенного ретрита, вот, и вдруг полицейская машина стоит, и нога так автоматически просто от акселератора немножечко ослабевает. Почему это происходит? Это происходит потому, что внутри-то мы хотим поехать быстрее. и как только мы забыли о том, что может быть ответственность, мы мы едем быстрее. Вот в этом реальность человеческого сердца. Это один маленький пример таких миллионы, таких примеров миллионы во всей жизни общества. И в этом катастрофа. Посмотрите, друзья, как только не запрещали прелюбодеяние, блуд, люди делали это на протяжении всей истории человечества. Сколько не пытаются запретить наркотики, сколько не борются с ними, сколько не сажают в тюрьме наркодилеров, проблема не исчезла. Почему? Специалисты говорят, спрос рождает предложение. Пока будет спрос, будет предложение. То есть причина заключается в том, что люди хотят этого. И по этой причине возникают все остальные проблемы. Отчаявшись бороться с подобными явлениями, некоторые государства начинают изменять законы, надеясь, что допустив легкую форму наркотиков, они что-то изменят, что люди не будут потом употреблять тяжелые какие-то наркотики. По этой же причине меня изменяются законы в отношении сексуальной морали. Я как-то исследовал эту тему и обнаружил, что последний штат, в котором был разрешен развод в Соединенных Штатах Америки, это был штат Алабама, и он принял, этот закон, разрешающий развод, был принят в 1972 году, то есть совсем недавно. До 72 года прошлого столетия в Алабаме нельзя было разводиться. Почему люди принимают эти законы? Потому что люди все равно разводятся, они вынуждены просто отступать, вынуждены точно по этой же самой причине и все сексуальные законы принимаются. Это та же самая причина. Люди движимы желанием. Проблема заключается в желаниях, а точнее даже не в желаниях. Проблема заключается в их доминирующем статусе. У людей могут быть разные желания. У кого-то более благородные, у других менее благородные. Желания одни в большей степени совпадают с тем, чего хочет Бог, тогда, когда желания других в меньшей степени. Проблема не в этом, друзья мои. Проблема в том, что человек связывает свое счастье, свое устремление в жизни не с Богом и Его волей, а с удовлетворением своих собственных желаний. И в этом корень удовлетворения желаний находится на наивысшем месте в Его системе ценностей. Вот почему Иисус однозначно связывает спасение с революцией, которая должна произойти в сфере человеческих желаний. Посмотрите, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 16 глава, 12, 24 стих. «Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за Мною, и первое, что Он говорит, отвергни себя». Он говорит, что следуя за Ним, человек должен отказаться не только от того, что явно греховно, он должен отказаться от самого ценного, он должен отказаться от всего, что препятствует ему следовать за Ним. Помните, как одному он говорит, человек хочет идти за Ним, он говорит, знаешь, что продай все имение, и потом пойдешь за мной. А другому говорит, тот человек хотел там отца пойти похоронить, он говорит, нет, а сам мертвым похоронить мертвых. А в другой ситуации еще более радикально Матфея, 10, 37, «Кто любит отца и мать или мать более, нежели меня, недостоин меня». Друзья, все это в одной и той же теме, или кто любит сына или дочь более нежели менее недостойными. Кстати, Он сам, Иисус сам, это очень ярко продемонстрировал во время искушения в пустыне. Помните, дьявол подходит и он искушает его самым животрепещущим, он искушает его хлебом, нуждой, его нуждой в хлебе, 40 дней не ест. Колоссальный голод. Дьявол подходит и дьявол искушает его, предлагая ему превратить камень в хлеб. Иисус, помните, отвечает, «Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Друзья, стать христианином означает поставить Христа на наивысшую точку в системе ценностей. Я еще раз повторю, стать христианином однозначно означает поставить Иисуса Христа и его волю на наивысшую точку в системе ценностей. Это означает признать наивысшей ценностью исполнение его воли а не своих желаний. Многие религиозные люди, они этого не понимают, точно так же, как они не понимали этого иудея. Они думали, что если их желания благородны, то тогда они имеют право стоять на наивысшей точке. В этом была их проблема. В этом была их трагедия. Это первая проблема, которая была у иудеев. Она, кстати, была связана не с иудаизмом, а эта проблема была связана с доминирующим положением их желаний в системе ценностей их жизни. Второй элемент, который мы видим, это гордые желания. Это вторая часть этой фразы. Посмотрите, Иисус говорит, но вы не хотите прийти ко мне. когда человек отказывается от себя, он отказывается от себя не просто так, он отказывается для того, чтобы что-то вместо себя поставить на это место. Иудеи не просто не хотели отказаться от доминирующего статуса своих желаний, они не хотели прийти ко Христу. Слишком это было унизительно для них. Прийти ко Христу означает смириться перед ним. В определенных обстоятельствах люди могут отказываться от своих желаний. Например, люди могут не пить, алкоголь не принимать ради своей карьеры. Люди могут быть верными своей жене, если это будет популярно в обществе или будет требованием для того, чтобы он баллотировался на ту или иную должность. Люди могут отказываться от самых разных вещей ради положения в обществе, ради того, чтобы чувствовать себя человеком в конце концов. Очень многие вещи, но всего этого недостаточно. Иисус говорит, вам нужно отказаться от своих желаний ради меня. Это не просто потому, что Иисус набивает себе цену, это потому, что он единственный ответ на все человеческие запросы. И когда человек движим своими собственными желаниями, будучи вот этим пучком желаний, Иисус говорит, подожди, каунтдаун, подожди, остынь, останови все это дело, отодвинь это все в сторону. И вместо этого направь все устремления своей души ко мне. И только оттуда от меня ты сможешь действительно получить настоящее благословение. Именно об этом и говорит первое утверждение Христа, которое мы прочитали только что. Посмотрите, я его продолжу. Матфея 16, 24 мы прочитаем, я прочитаю еще 25 стих. Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, ради меня тот обречет ее. Вот здесь мы приобретаем намного больше то, что мы теряем или от чего отказываемся. Дело в том, что христианство, друзья мои, это не просто самоограничение, это не просто самоистязание, отказ от тех или иных благ, это отказ от доминирования своих желаний ради Иисуса Христа. И причина этого заключается в том, что истинное благо людей заключается в их возвращении в состояние гармоничного согласия с Богом, которое стало возможным только через Иисуса Христа. Именно ради этого, друзья, необходимо отказаться от доминирующего положения своих желаний. В другой раз Иисус говорит об этом же немножечко другими словами, это помогает нам увидеть практическую сторону этого вопроса. Матфея 11 глава 28 стиха Иисус говорит, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь меня, ибо я кроток и смирен сердцем и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Посмотрите, во-первых, он обращается к тем, кто понимает, что он имеет нужду, кто нуждается в спасителе, труждающиеся и обремененные. Во-вторых, он представляет решение Него. Только тогда их души обретут покой. Все вот эти иллюзии, которые строят люди, даже в христианском мире, когда они говорят «повтори молитву, сделай там что-либо, и ты обретешь вечную жизнь и счастье». Друзья, обман это. Просто-напросто обман. Почему? Потому что Иисус говорит «вот что нужно, чтобы покой душе найти». Очень ясно. «Прийти к Нему с признанием своей нужды и дальше учиться у Него. И вот после этого будет покой и благо будет». В этом проблема любого человека, друзья. Мы страдаем не от того, что наши желания не удовлетворяются, а от того, что наши желания не совпадают с желаниями Божьими. И Иисус очень ясно говорит здесь, христианство это путь, следовать по которому означает учиться желаниям. Я еще раз повторю это, друзья. Христианство это путь, следовать по которому означает учиться желаниям Иисуса Христа. И только тогда мы сможем прийти к этой точке покоя. Это школа преображения желаний. Существует только два вектора желаний. Одни это желания Божьи, и все остальные это, которые в той или иной степени не сопротивляются Божьим желаниям. В другом месте Иисус рассказывает об этом, Он говорит, что становясь христианином человек начинает путь, который ведет его к вот этой цели, цели достижения и состояния наибольшей гармонии между нашей волей, нашими желаниями и желаниями Христа. Посмотрите, 15 глава Иоанна, 7 стих, если пребудете в Слове Мое, пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете просить и будет вам. Смотрите, что получается. Прибыть во Христе, это значит, отказавшись от своих желаний и устремляться к Нему, это приведет нас к пребыванию в Слове, позволить истине Божьего Слова глубоко изменять наш внутренний мир. Виталий вчера или позавчера, точнее, на ретрите очень хорошо объяснял, как это происходит, вот этот процесс единения человека с Богом, когда он пропитывается Словом. И вот тогда человек возвращается в рай, на земле. Он живет на земле, но он уже в раю. Почему? Потому что его желания уже гармоничны с Богом. И смотрите, он говорит, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Вот это состояние, в которое вводит Иисус человека. И здесь написано, тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Вот это и есть плодотворная настоящая жизнь. Это и есть процесс синхронизации наших желаний. Наше стремление искать Иисуса Христа и жить и жизни им, оно ведет нас к наполнению Его Словом, ведет к единению с Ним, к нашей покорности внутреннего человека Ему и так далее. Это и гарантирует, что наши желания обязательно будут удовлетворены. 1 Иоанна 5, глава 15 стих. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда чего просим по воле Его, Он слушает нас, заметит, до того должна произойти синхронизация желаний. И потом, тогда мы будем сильными молитвенниками. В этом наша цель, в этом наша сила, наша цель. Давид именно этим отличался от Саула и от многих других царей, которые жили после Него. Деяние 13 глава апостол Павел в своей проповеди объясняет отличие Давида, в чем заключалась изюминка или сущность того, что он был человеком, о котором Бог сказал, что он человек или муж по сердцу Божьему. Посмотрите, в чем это выражается. Отрену его, поставил им царем Давида, о котором и сказал свидетельство, «Нашел я мужа по сердцу моему», заметьте, вот это гармония опять, с Давида, сына Иесеева, который исполнит все хотения мои. Давид намного больше, чем все остальные в своей жизни, в своем внутреннем мире, был согласен с Божьими желаниями. Проблема Иудеев была похожа на проблему Саула. Так же, как и Саул, они пытались служить Богу, только они делали это не ради Бога, а ради самих себя. У них было свое собственное мнение о том, как и что нужно делать. Они не сильно дорожили послушанием тому, что говорил Бог. Как известно, что Саул, так же, как и Иудеи, очень печально закончили свою историю. К великому сожалению, их непокорные или непокоренные Богу желания, они привели их в погибель, они привели их в ад. Это понятно, когда речь идет о людях, которые разбойники, грабители, грешники, открыто грешную жизнь идут. Но когда эти люди вот здесь с Писанием в руках иудеев, с Писанием в руках, друзья, это даже более опасно. Это даже более опасно. Опасно вот в чем. Если человек исследует Писание с желаниями, непокоренными Христу, знаете, что он будет делать? Он будет превращать Писание. Он будет, извращая его, находить свои собственные интерпретации. Он будет манипулировать Писанием. Мы постоянно сталкиваемся с этим. Смотрите, иудеи, они соприкоснулись с Иоанном Крестителем. Очень интересную характеристику дает им. Смотрите, 35 стих 5 главы. Он был светильник горящий и светящий, а вы хотели малое время попользоваться или порадоваться при свете его, попользоваться этим светом хотели. Заметьте, им было интересно, когда они пришли к Иоанну, когда они увидели эту толпу людей, этот эксайтмент, это возбуждение, религиозное возбуждение, которое было очевидно. Его можно было назвать пробуждением. Им, конечно же, было как-то очень интересно, что происходит, и они хотели даже каким-то образом быть частью этого процесса. Христос говорит, вы хотели порадоваться при свете его, но они не были готовы послушать Иоанна. Они не были готовы принять его свидетельство о Христе, они не были готовы смириться. Это типичная картина религиозности, сердцевина которой не преклонилась перед Христом. Люди готовы заниматься религиозной деятельностью, готовы заниматься активностью какой-то до тех пор, пока это не потребует отречения от своих желаний, отречения от того, что самое ценное для тебя и подчинение Иисусу Христу. Итак, мы уже коснулись двух фраз в этом стихе. Мы говорили о доминирующих желаниях, мы говорили о гордых желаниях. Это желания связаны с человеческим я. Они не хотят смириться перед Богом. Но у этих желаний есть еще один катастрофический эффект. Эти желания ослепляют, ослепляющие желания. Посмотрите последнюю фразу. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Представьте себе человека, который смертельно болен. Он понимает, что из всех имеющихся в его распоряжении средств нет ни одного способного сохранить ему жизнь. Он уже все перепробовал. И вдруг ему сообщают, вот там есть средство, которое точно, точно спасет тебя от смерти. И он не хочет им воспользоваться. Вот эта картина, которая здесь. Конечно, это маловероятно, что так произойдет. Даже гордый Нейман, помните, когда ему Елисей сказал о том, что пойди окунись в Иордане, и для него это было унижением его собственного достоинства, даже гордого Неймана убедили его слуги и говорят, да что тебе стоит, пойди окунись, окунулся и здоров. То есть чаще всего люди, которые находятся на грани погибели, они, конечно же, воспользуются любым инструментом, который даст им жизнь. Но есть некоторые категории людей, которые не пользуются. Одна из них наркоманы. Вы, наверное, слышали о такой категории людей. Даже тогда, когда они понимают, что наркотики неизбежно ведут их к смерти, они не хотят их бросить. Причина, почему они не хотят их бросить. Здесь огромная масса информации с одной стороны, которая говорит им о том, умрешь, 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 умрешь. Всей этой массе информации противостоит всего одно желание. Желание еще раз пережить кайф. Желание еще раз это чувство ощутить. И вот это желание, оно настолько сильное, что оно ослепляет мозги, и вся эта информация, говорящая о том, что умрешь, она просто в тумане отходит на задний план, и человек колет себе смертельную дозу. Это реальность, это то, с чем живут люди, хотя это очень радикальная форма, конечно, но она отражает суть ослепляющего эффекта, который имеют доминирующие непокоренные Христу человеческие желания. Желания ослепляют, друзья мои, желания непокоренные Христу ослепляют, они извращают реальность, представляя ее человеку в искаженном свете. И человек хочет, он движим своим желанием, что он делает? Он берет информацию, которая доступна ему, и он ее реинтерпретирует таким образом, чтобы объяснить, извинить, оправдать свои собственные желания. И в этом ослепляющий эффект желаний. Вот почему в данной ситуации возникла именно такая проблема. Это далеко не уникальный феномен, он широко распространен в истории с момента грехопадения. Помните, Ева была ослеплена привлекательным видом запретного плода. Евреи, вышедшие из рабства египетского, они были ослеплены, когда они сидят и говорят, вот, а там в Египте у нас были котлы с мясом, чеснок и лук. Заметьте, они забыли, что там были плетки надсмотрщика, там было рабство, и там их сыновей топили в реке. Они это не помнят, они чеснок помнят. Вот это селективная способность человеческого разума. Факты все на лицо, они все доступны. Это точно так, как сегодня в бывшем Советском Союзе вспоминают Сталина. С упоением вспоминают Сталина, его крепкую руку, какие он метро построил. В этом селективность человеческого разума. Люди движены своими желаниями, они не имеют способности объективно мысли. Что удивительно, они думают, что они уж объективны, но в действительности нет. В действительности вот в этом кошмар, положение, в котором доминирует желание, не покоренное Христом, заключается в том, причем, чем умнее человек, чем способнее человек, тем больше он манипулирует фактами. Посмотрите, Бог обращается, говоря об этой проблеме, говоря к израильскому народу через Иеремию, 2 глава 13 стихе, «Ибо два зла сделал народ мой, меня и источник воды живой оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Почему? Что делают эти люди? Смотрите, Бог их вывел торжественно, вернее, море разошлось, здесь с неба манна падает, столб облачный, столб огненный, эти сандалии, обувь не изнашивается, одежда не изнашивается, болезни их не посещают за эти годы, то есть огромное количество чудес, и приходят они в обитованную землю, и кому они поклоняются? Деревяшкам. Деревяшкам, которые нужно сделать, богам, которые нужно сделать. И вот здесь Бог через Иеремию говорит, два зла, он вообще-то выше немножко, он говорит, подивитесь ему небеса, что происходит, подивитесь тому, что происходит, ужасающая слепота. или другой текст, Исаия 55 глава, первые два стиха, жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко, для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает, послушайте меня и вкушайте благо, и душа ваша насытится туком. В этом проблема, попавшей в ловушку собственной слепоты. Люди в этом положении, они не только отказываются пользоваться благами, которые им предлагает Бог, но они платят огромную цену, огромную цену за то, что никогда их не насытят. Давайте еще раз прочитаем эти слова. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти, чтобы иметь жизнь. Я хочу обратиться сейчас ко всем присутствующим здесь, друзья, чего вы хотите. Возьмите минуту и посмотрите глубоко в свое сердце и попробуйте дать этот ответ. Чего вы в действительности хотите. Мы сейчас провели вот эти несколько минут здесь в исследовании Писания. Возможно, вы его исследуете еще дома, читаете, возможно, в каких-то других обстоятельствах. Но помните, дорогие мои, что решающее значение определит ответ на этот вопрос. Чего вы хотите. Эти люди знали Писание, исследовали Писание, хотели иметь жизнь вечную, были рядом с Иисусом Христом, видели человека, которого он только что исцелил. 38 лет лежал в болезни. Только что Иисус исцеляет человека. И все это было перечеркнуто всего лишь одним. Они не хотели прийти к Иисусу Христу. Мы сейчас будем молиться. Дай Господь, чтобы каждый присутствующий здесь, глядя внутрь своего сердца, мог обнаружить, что там, в этой сердцевине, в этой глубине, мы действительно движимы стремлением ко Христу. Возможно, что мы где-то увлекаемся какими-то нашими человеческими делами. Кроме того, у нас, у каждого человека, у верующих людей, у нас есть еще и желание плоти. Есть желание Духа, желание ко Христу, но есть еще и желание плоти. И где-то мы часто, помните, они друг другу противятся, и мы часто не обращаем на это внимания. Но если вы сегодня, глядя внутрь свое сердце, вы не находите желание ко Христу, друзья, склонитесь сегодня перед Ним, вам нужно сокрушение, вам нужно реальное отречение от себя, вам нужно сегодня посвятить себя Иисусу Христу, склонившись перед Ним. Давайте мы преклоним сейчас колени все вместе и помолимся Господу, исповедуя Ему нашу нужду в Нем. Господь и Бог наш пред лицом Твоим предстали мы сегодня. Мы люди, живущие на земле, а Ты великий Владыка, Создатель неба и земли. Ты наш Творец, Ты святой, всемогущий и благой Бог, который наполнил жизнь нашу и наполнил землю многочисленными многочисленными благами. И вот сегодня, склонившись перед лицом Твоим, стоя перед Тобой на коленях, Господи, мы выражаем этим, мы признаем, что Ты Владыка, Ты, Господин, из Тебя источники жизни. В Тебе наше будущее, в Тебе наша надежда, в Тебе наше счастье. И вместе с тем, поклоняясь Тебе, Господи, мы признаем, что мы в наших сердцах, в нашей жизни очень часто сопротивляемся Тебе. нам нужно это смирение. Нам нужно сегодня весь этот пучок желаний его отодвинуть в сторону, для того, чтобы позволить желанием Твоим наполнить нашу жизнь. Господи, сейчас, когда мы имели возможность соприкоснуться с этой трагичной историей, историей людей, которые соприкасались с Сыном Твоим, лично видели Его, лично жили рядом с Ним, лично видели чудеса, которые Он творил. Господи, мы видим сегодня и себя в этом свете. Мы видим, Господи, и себя, и свои желания. Я прошу Тебя, Господи, за свое сердце. Я прошу Тебя за каждого из нас, стоящего здесь, Господи, пред лицом Твоим помилуй нас. Господи, помоги, чтобы наивысшей точкой нашей жизни было стремление волю Твоей исполнить. Было стремление познать Тебя и Словом Твоим пропитаться и достичь этого единения с Тобой. Господи, благослови нас. Благослови нас жить для Тебя. О каждом прошу, Господи. Ты знаешь, у кого-то из нас лучше это получается, у кого-то хуже. Я прошу Тебя, прикоснись сегодня своей отцовской рукой и помоги нам, Господи, в этом. Помоги, Господь, чтобы покой Твой реальный, он стал состоянием души каждого присутствующего здесь. Ты знаешь, Господи, все раны в душах. Ты знаешь, Господь, все битвы, которые ведутся. Ты знаешь все точки, где неудовлетворенность проступает. Я прошу Тебя, Господи, мы нуждаемся в этой Твоей пасторской заботе о нас сегодня. Ты наполни, Господи, нас своим миром. Вот этот покой, который Ты обещал. Благослови, Господи, каждого. Наша особая молитва к Тебе о тех, кто еще сопротивляется Тебе, кто еще не познал Тебя. Открой глаза таковым, Господи. Духом Своим Святым проникни внутрь, производи революцию. Революцию посвящения Тебе, революцию жизни для Тебя. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok